Как вы обычно представляете себе складные смартфоны, как толстые диспропорциональные кипичи, которые в кармане не поносишь. Так вот Honor со своей новинкой решили исправить этот момент. Вы на канале CityLink, меня зовут Олег, а это обзор на самый тонкий складной смартфон на начало этого года, Honor Magic V2. Топовое железо, крутые камеры и шикарные OLED-экраны. Обо всем этом рассказываю в этом обзоре. Поехали! По коробке и ее размеру сразу понятно, что будет дорого-богато. Смартфон сразу разложен в планшетном варианте, показывая главную фишку. Под ним прячется адаптер питания мощностью 66 Вт, кабель с разъемом USB Type-A Type-C, иголка для сим-латка и защитный чехол, который не как обычно прозрачный силиконовый, а клевый под карбон, так еще и со складной подставкой. Но есть момент, он защищает только бока и заднюю часть, где находится модуль камеры. Благо хоть на экране есть защитная пленка с завода. Так как он развернут, сразу же начинаешь осознавать его размеры. Magic V2 похож на небольшой планшет с почти квадратным соотношением сторон, и при этом очень тонкий. Толщина стороны со стеклянной спинкой всего 4,7 мм, а там уменьшается не только плата, но и аккумулятор. Материалы корпуса достойны современного флагмана, металлическая кромка и механизм, и конечно же стекло. Если же его сложить, отличий от обычного смартфона не так много. Ведь Magic V2 самый тонкий складной смартфон на рынке, всего 9,9 мм. Для сравнения, у того же свежего Fold 5 13,5 мм. Как в руках, так и в кармане это будет очень сильно ощущаться. Если по внешнему виду не скажешь, что у тебя складной смартфон, то вот к весу могут возникнуть вопросы. 231 грамм, не так уж и мало. Первые пару дней было непривычно, но потом уже было нормально носить его. Мой 0.9 весит 201 грамм, и разница в 30 грамм чувствуется, но она все равно меньше конкурентов, у которых вес по 250 грамм. Механизм работает приятно, не слишком туго, не слишком легко. Смартфон в закрытом состоянии кажется вообще монолитным, но спустя пару дней начинаешь понимать, что какая-то щель у механизма есть, так как на экране появляется пыль. Но все же она крайне маленькая и находится только когда на него максимально близко посмотришь. Как и у других складных смартфонов есть промежуточное положение, которое можно использовать для просмотра видео на твиче или ютубе, или же во время съемки. А если поставить его, например, домиком, будет отображаться время и дата в горизонтальной форме. Когда смартфон сложен, качелька громкости и кнопка питания со встроенным сканером отпечатка находятся на правой грани. Сканер срабатывает быстро и стабильно, а в настройках можно выбрать режим работы. В одном он постоянно активен и заблокирует смартфон при любом касании, а во втором включается только при нажатии на кнопку питания. Если смартфон разложен, кнопки оказываются на разных грани, но пользоваться ими это не мешает. На верхнем торце находится решетка одного из двух стереодинамиков и их излучатель. Второй динамик порт USB Type-C, а также лоток для сим-карты встроены в нижний торец. Спустя время использования заметил одну конструктивную особенность. Внешний экран хоть и имеет стандартные пропорции, оказался несимметричным. В правой части получил более закругленные углы и небольшой изгиб, в то время как слева углы наоборот более острые, а сам дисплей плоский. Это никак не сказывается на удобстве, но первое время выглядит непривычно. Ну и стоит отметить, конечно, необычный чехол. Не то, что он защищает только одну сторону и сделан под карбот, а то, что у него есть откидная крутящаяся ножка. Поначалу казалось, что это неудобно, так как было непривычно, но в итоге классная штука, которая используется почти всегда. Она позволяет удобно расположить смартфон на столе, как в сложенном, так и в разложенном виде, для просмотра видео или пролистывания ленты. Так еще и помогает удобно, более комфортно держать сам смартфон при обычном использовании. Вообще, Honor like за такое. Внешний дисплей оснащен OLED-матрицей с разрешением 1060 на 2376 пикселей, с диагональю 6,43 дюйма и пиковой яркостью 2500 нит. Основной тоже OLED, но уже с разрешением 2156 на 2344 пикселя, с диагональю 7,92 дюйма и яркостью в 1600 нит. Изображение радует своей четкостью, даже если пытаться с близкого расстояния рассмотреть пиксели. Картинка остается монолитной. Яркости хватает на все случаи жизни. Даже под солнцем изображение остается читаемым, а автояркость в такие моменты хорошо отрабатывает и поднимает ее до нужного и комфортного уровня. С углами обзора тут все хорошо. Изображение остается читаемым вплоть до 170 градусов к поверхности с минимальным искажением цветов. Экран поддерживается частоту развертки от 60 до 120 Гц. Пользователь волен выбирать в каком из режимов он бы хотел его использовать. Я предпочел вариант авто, когда частота зависит от того, что происходит на экране. Если изображение неподвижно, оно снижается до минимального ради экономии заряда аккумулятора. А в совместимых игр во время прорисования меню и отображения других анимаций поднимается, чтобы отрисовка происходящего на экране казалась более плавной и отзывчивой. Остальные три это стандартный в 60 Гц, средний в 90 Гц и высокий в 120 Гц. С пометкой, что в этом режиме батарея будет разряжаться сильнее. Еще из фишек дисплея Honor Magic V2 10-битная глубина цвета и поддержка формата HDR10+, что дает нам более миллиарда отображаемых оттенков. Цвета при этом будут отображаться точнее, а переходы между ними будут плавнее. Видно ли все так же изгиб на основном экране? Да, но только при определенном угле и свете на экране. Честно говоря, спустя день он перестал меня вообще волновать. Он не мешает пользоваться и не вносит какого-то дискомфорта. Нужен ли этот экран в целом? И тут тоже да. Вообще очень понравилась возможность развернуть смартфон, чтобы смотреть видео или играть на таком большом экране. Magic V2 полностью заменяет собой небольшой планшет. Квадратное соотношение сторон удобно в чтении книг или просмотров сайтов. Игры воспринимаются куда лучше, чем на сравнительно небольшом внешнем экране. Смартфон очень мощный, поэтому можно выкручивать графику и наслаждаться красотами в том же Genshin или Honkai, при этом не теряя FPS. Но есть у такого формата и минус, так как большинство видео в формате 16 на 9, поэтому появляются широкие полоски сверху и снизу. Не все игры сразу понимают такое разрешение и тоже открываются с полосками, но благо их можно растянуть и не потерять в качестве изображения. Спустя время такие шероховатые экраны сошли на нет. Я спокойно смотрю видео, пока готовил и отдыхал. Комфортная игра в большинство современных игр, а показывать на нем друзьям мемы вообще дорогого стоит. На обоих экранах с завода наклеена защитная пленка. На основном экране первые пару дней я прям пытался ее снять, так как не понимал, как открыть нормально смартфон. Поэтому на краях у меня появились пузырики, а в случае с внутренним такого не происходит. Но все равно стоит быть осторожным. В отличие от внешнего, он закрыт не закаленным стеклом, а мягким полимерным слоем. Благодаря этому он может сгибаться без повреждений, но хуже переносит воздействие твердых предметов. Honor Magic V2 установлен на прошлогодний флагманский восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Графика Andreno 740, 16 гигабайт оперативной памяти LPDDR5X и накопитель USFS 4.0 объемом 512 гигабайт. С таким железом ничего лагать или глючить не может, а игры будут летать. Honor Magic V2 обеспечит стабильную производительность на максимальных настройках в Genshin Impact, Hankai Starry или Diablo, не говоря уже о менее требовательных мультиплеерных хитов вроде Мир Танков или Call of Duty Mobile. Во всех случаях уверенно выставляю максимальные доступные настройки в 60 кадров. Но минусы конечно есть. Так как у смартфона есть формат сложенный и разложенный, тесты проводились по нескольку раз. Вот результаты тройного прогона Magic V2 в Geekbench 6 в разложенном и сложенном состоянии. Самый большой результат оказался 1925 очков в сингл-коре и 5042 очка в мультикоре. Все на уровне, не сильно уступает Fold 5. В Antutu V10 смартфону смог выбить 1429 492. Погонял я по три раза, можно видеть как они изменялись после каждого прогона. Естественно все это я делал в режиме максимальной производительности. В стандартном показатели чуть более скромные, максимальные уже не такие впечатляющие. В сложенном я получил вот такие показатели, а в разложенном такие. Нестабильность результата связана с троттлингом в процессоры и сбросом его частоты из-за высокой температуры. Что логично, когда толщина смартфона менее 5 миллиметров. Для тестов этого момента я поступил аналогично Antutu. По три прогона подряд по 15 минут. В сложенном и разложенном состоянии, в режиме максимальной и стандартной производительности. Основной нагрев сосредоточен под основной камерой, а температуры могут доходить до 50 градусов. Если сравнить оба варианта, то в режиме производительности смартфон работает лучше. В нем ограничения по нагреву менее строгие, поэтому вынужденных сбросов частот становится меньше. В отличие от стандартного, который на протяжении долгого времени просто будет троттлить. Если подводить итоги тестов, в стандартном режиме куда медленнее тратится батарея, при этом с производительностью остается на высоком уровне. Ее хватает для любых повседневных задач и многих игр. Но если запускать тяжелые игрушки, стоит включить производительный режим, чтобы получить от телефона максимум для стабильного фпс в игре. В этом же плане стоит отметить, что играть лучше в разложенном состоянии, так и экспириенс лучше и температуры ниже. Качество стереодинамика казалось крайне годным. Под стать флагману. Звучит громко и четко. Да, не заменят блютус колонку, но дома для ютуба игр более чем. А вот что разочаровывает, это вибромоторчик. Он ужасный. Я практически его не чувствую. Я всегда ношу смартфон в вибро режиме. И не люблю, когда мелодия звонка начинает шуметь на весь офис. Но тут даже если смартфон лежит рядом со мной, я пропускаю звонки. То есть, даже стол не вибрирует. Максимально слабый вибромоторчик для такого устройства. Сим-лоток смартфона рассчитан на две карточки формата nanoSIM. Кроме того, Honor Magic V2 есть поддержка eSIM. Правда, стоит учитывать, что активными в одно и то же время в любом случае могут быть только две SIM-карты. Есть поддержка беспроводных сетей Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и NFC. В складных смартфонах батарея делится на две части. И смотря на толщину Magic V2, кажется, что она будет небольшая. Но не тут-то было. Инженеры запихнули туда аккумулятор на 5000 мАч. Это на уровне всех современных флагманов. А получилось это за счет нового типа батарей. На основе кремния углеродных элементов вместо литиевых. Мне такой батареи хватает на полтора-два дня. Что, имея второй большой экран, весьма годно. Яркость у меня стояла в авторежиме, поэтому обычно она выше 50% не поднималась. В таком состоянии с включенным Wi-Fi и интернетом за 30 минут игры в Genshin на максималках смартфон разряжался на 10%, а при просмотре ютубчика на 9% за час. Естественно, есть быстрая зарядка. Используется адаптер на 66 Вт с фирменной технологией SuperCharge. Благодаря ей смартфон от 0 до 100 заряжается за 45 минут, из которых до 48 за 15, а до 70 за 30 минут. Из прикольных штук, когда подключаешь зарядку, смартфон просит его разложить для оптимальной зарядки. А из минусов это отсутствие у Magic V2 беспроводной зарядки. Honor Magic V2 работает под управлением Android 13 с фирменной оболочкой Magic OS 7.2. К стабильности системы никаких вопросов не возникает. За несколько недель ни разу не случалось подвисаний и лагов системных анимаций. Все летает и радует глаз. Я быстро поменял тему под себя в первый день и больше не лазил в раздел с иконками. Хотя выбор есть, а если мало, то можно скачать что-то новое. Из того, что к чему пришлось привыкать, это разделение шторки на две части. Если свайпнуть от левой части в верхней границе экрана, откроется список уведомлений. А для того, чтобы получить доступ к переключаемым быстрым настройкам, например, включить авиарежим или фонарик, нужно тянуть от правой части. Пока лазил по настройкам, заметил, что в смартфоне по стандартам к 16 гигам оперативной памяти добавляется еще 7 гигабайт с памяти смартфона через встроенную утилиту Honor RAM Turbo. Прикольно, но хотелось бы иметь возможность этим управлять. К сожалению, я не нашел пункта меню, чтобы это отключить. Ну и самое на самом деле больное для меня оказалась клавиатура в обычном режиме. У меня вроде не самые большие руки, но как же тяжело печатать на ней. Я постоянно жму лишние кнопки. Тут сыграли две вещи, как по мне, привычки к другой клавиатуре и размер самих клавиш. Я растягиваю и пытался что-то еще накрутить в меню, но ничего хорошего из-за этого не вышло. Если бы я пользовался смартфоном больше, чем две недели, точно поставил бы какую-нибудь кастомную. Набор камер Honor Magic V2 тоже соответствует флагманскому уровню. В блоке на задней панели находятся три модуля. Ультраширокоугольный на 50 Мп с диафрагмой f2.0, который также может использоваться для макросъемки благодаря системе автофокуса. Основная камера на 50 Мп с диафрагмой f1.9 с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией. И 20 Мп теле-фотообъектив с диафрагмой f2.4 с 2,5-кратным оптическим зумом. Фронтальных камер сразу две. Одна во внешнем дисплее, а вторая во внутреннем по 16 Мп и с диафрагмой f2.2. Дневные фото на все три модуля у Honor Magic V2 получаются с хорошей детализацией, естественной цветопередачей и неплохим динамическим диапазоном. Хотя есть разница между модулем в плане баланса белого. Ширик уходит в холодные тона, а основной снимает более нейтрально. Если говорить в целом в режиме достал сфоткал, у меня вопросов почти нет. Фокус хорошо отрабатывает, картинка годная. Проблема начинается на зуме. По стандарту имеем переход с ширика на основной, потом на 2,5-кратный и на 10-кратный. Вот он как раз шумит знатно. На 2,5-кратном в ходке получаются хорошие и четкие. В камере много вариантов режимов съемок. Менюшка позволяет выбрать подходящий вариант для вас. А если нет, в стандартном режиме камера с AI сама вам поможет. Определить, что вы снимаете и подкроете те или иные показатели. А если снимаете ночью, активирует ночной режим. Хотя их получается два, которые в меню и от AI. Я старался пользоваться первым, ему я больше как-то доверяю. В нем же снимать и самое показательное. Тут уже начинает шуметь ширик и телевичок. Основная камера выдает хорошие снимки. Стоит отметить, что когда используешь эти фото для постов, то проблем я не вижу. Качество более чем достаточное. То же касается и фронталок. Они снимают одинаково неплохо. При хорошем освещении все угодно. Да, хотелось бы чуть больше детализации. Есть и портретный режим, который правильно отрабатывает размытие и не мылит лишнее. Если же света будет немного, картинка начинает подсыпаться. То же будет и на съемке видео. В целом норм, но не более. Видео можно снимать до 4К при 60 фпс. Есть и выбор в каком соотношении сторон это будет делаться. Стандартным 16 на 9 или в формате для широкоформатных мониторов 21 на 9. При выборе максимального качества включается 15-минутное ограничение по длительности записи. В режиме фильм становится доступна опция съемки в HDR10 или в автоподборе Тонос ИИ. В этом режиме изменяет частота записи накинематографичного 24 кадра или более привычные 30. В режиме фильм можно накинуть сразу же различных лутов цветокоррекции или включить профи и снимать влог, чтобы занять цветокоррекции уже на посте. Весьма круто. Обычно я это встречал только на смартфонах Sony, которые позиционируют свое устройство как для профессионалов в мире съемки. Между объективами спокойно можно переключаться прямо во время съемки. К сожалению, это не бесшовно и весьма заметно. Но это не так плохо, как изменение цвета при этом. Опять же, проверял ночью. Работает только фиолетовая подсветка стола. И вот переключаясь между камерами, одна решила, что фиолетовый это не фиолетовый. И превратила его почти в розовый. Потом, правда, отработала нормально, но все-таки моментик неприятный. Видео на основную камеру получается с хорошей детализацией и качественной стабилизацией. Достаточно, чтобы записывать ролик с рук без неприятной траски и дрожания. Несмотря на то, что Honor Magic V2 выделяется своими интересными фишками на фоне аналогов, есть и другие складные смартфоны, на которые можно обратить внимание. Я распределил их по увеличению толщины. Huawei Mate X3. Стильное и не особо толстое решение от Huawei. Но с минусом в виде уже довольно старого процессора 8 Gen 1. Samsung Galaxy Z Fold 5. На его стороне опыт и время, так что он кажется самым надежным из всех. Плюс, конечно, свежее железо и отличный камер. Но самое главное но, это кирпич. И он самый тяжелый, 253 грамма. И самый толстый из всех смартфонов, 13,4 миллиметра. Как по мне, это очень серьезные недостатки этого смартфона. Honor Magic V2 одно из самых интересных устройств на рынке на текущий момент по самокупности факторов. Это самый тонкий складной телефон с флагманским железом и большой батареей. Им удобно пользоваться как в сложном состоянии, потому что по размеру он не отличается от обычного смартфона, так и в разложенном, как будто используя полноценный iPad mini. Да, в нем есть компромиссы и недостатки в виде сильного нагрева, отсутствия беспроводной зарядки и слабого вибромоторчика. Но даже так, Honor Magic V2 оставил после себя приятное ощущение инновации и ультимативности в любой ситуации. Что в последнее на задачах, что в фото и видеосъемке, что в играх. Это мощное и крутое устройство, которое может утереть нос своим конкурентам. А как вам, Honor Magic V2? Взяли бы вы его себе вместо Samsung или нет? Пишите ваши комментарии ниже, интересно будет почитать ваше мнение насчет этого смартфона. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Олег, еще увидимся!